Слушай, поздравляю с победой, но второй матч у тебя в этом сезоне и такой же сложный, как и предыдущий. Ожидал ли ты после вышки, что настолько сильные соперники будут в первой лиге? Да, я не могу сказать спасибо, конечно, за поздравление. Я бы не сказал, что это была тяжелая игра, но было тяжело, потому что месяц не играли и немного поменяли схему. И первый тайм был, я бы сказал, даже ужасный, потому что, не знаю, какая-то неразбериха у нас была, проблемы, ничего не получалось. В втором тайме немножко, как бы так сказать, вышли вроде бы, улучшили игру и стали появляться моменты, получше стали играть. Ну, выиграли, забили гол, особо-то, можно сказать, не дали ничего создать своих ворот. Ну, рады, что набрали очки, хоть и играли не очень. Думаю, никому не понравилась игра. Главное, что набрали три очка и дальше будем двигаться. Думаю, нужно выполнять задачи, и думаю, мы ее выполним. Слушай, классный у тебя был момент тогда, когда ты с фланга сместился в штрафную и пробил. Слушай, это пас был или удар? Нет, нет, я бил и попал в защитника. Не очень ударил и попал в защитника. Неудачно. Значит, такое мастерство не исполнил, не забил. Классно ты отпахивал сегодня на фланге. Как оценишь свою форму на данный момент? Да, я не знаю, как форму оценить. Я говорю, чтобы состояние было какое-то немножко первый тайм непонятное. Мне сейчас не играли, и игровой практики-то не было. И это сказывается. Все-таки там товарищескую игру сыграть, тренировки-то одна, а официальная игра – это другое. И первый тайм был немножко тяжеловатый такой. Я бы сказал, а второму уже стало полегче, разбегались. И стало как-то получше. Ну, плюс, я думаю, еще удаление сказалось. Ну, когда удалился игрок у «Химика», и нам полегче стало играть ему немножко. Ну, не знаю, мускай. Состояние было, я скажу так, первый тайм тяжелое, второй тайм разбегались, начали играть, и стало получше. Я думаю, с играми мы наберем форму, и будет лучше. А так состояние, думаю, более-менее нормальное. По поводу сборов, что можешь сказать? Что вот дала эта неделя, проведенная в «Бессе»? Ну, ничего, хорошо поработали, сыграли игру товарищескую. Тем более, когда я пришел в команду, с ребятами познакомился, еще там ребята пришли, и с кем-то там больше тренировок, чем больше игр, получше, думаю, будет и взаимопонимание. Ну, хороший сбор провели, говорю, хорошая работа была, продуктивный сбор. Ну, ты сегодня очень много высоко играл, да? То есть у тебя была такая установка, и просто ты числишься как защитник, но сегодня почти там всю игру провел впереди. Ну, по-моему, я же говорю, поменяли схему, стали играть с тремя центральными защитниками и лидерали. Тренер просил играть, да, повыше, большую атаку, потому что мы больше владели мячом, большую атаку. Ну, старался, как-то, не знаю, получалось, не получалось. Да, конечно, мы играли, я до этого играл такую схему. Это не проблема, просто, что, говорю, сыграться нужно, и тогда будет получше. Я думаю, с играми мы наберем, и станет получше взаимопонимание, и все будет нормально. Внезапно перенесли так матч с Динамо с 14-го числа на 1-го сентября. Как это скажется вообще на подготовке и на, наверное, психологии игроков? Да, на психологию не знаю, но это сказалось из-за того, что плохо, как бы я скажу. Потому что мы готовились уже, мы думали, что будем играть, и мы нас, как бы, подводили к этой игре. Потом раз перенесли игру, и потом поменялось, и 15-го должны были играть. В итоге перенесли тур, и вот этот месяц простое, он и сказался на физической форме. А так, ну, сейчас вот непонятно, тоже, что вроде 30-го, вроде, снова перенесли игру уже и на первое. Непонятно, когда мы будем играть, с этими переносами немножко так проблематично. Вроде готовишься к игре, а тебе за день говорят, за два, что игры не будет. Немножко так тяжеловато психологически. Ну, сегодня без болельщиков играли, и, возможно, и первого числа игра без болельщиков пройдет. Как это вообще сказывается, когда ты на поле находишься? Ну, конечно, когда нет болельщиков, как-то кажется, что это больше товарищеский матч такой, я бы так сказал. Все-таки, хоть у нас и немного ходят людей на футбол в Белоруссии, но все равно приятно, когда люди там кричат, поддерживают, как-то подбадривают. Все равно это как-то по-другому немножко ощущается, когда ты играешь. А когда ты как-то тихо на трибунах, и чего-то, кажется, не хватает, я бы так сказал, чего-то. Ну, футбол все-таки для болельщиков, я думаю, немножко ажиотаж такой, как-то и повеселее будет. А так, ну, надеюсь, что разрешат болельщикам прийти на ближайший тур, там, на кубок, что уже люди будут на трибунах. Спасибо.